Туризм, полоса препятствий, огневая и строевая подготовка, медицина, силовая гимнастика, бег на короткие и длинные дистанции, а также теоретическая часть. Всё это в программе муниципального этапа областных соревнований по военно-спортивной игре «Зарница-2023», который проходит в Сарове в течение трёх дней. В городском этапе участвовали сборные команды школьников. Первый день соревнований прошёл на открытом воздухе на территории Кара. Команды выполняли задания в тактической игре на местности. Ребятам предстоит показать своё мастерство по, скажем так, атаке переднего края противника, прохождению заражённого участка местности, прохождению минного заграждения, медицинская подготовка перевязывает, а не пострадавшего, совершение марш-броска. В «Зарнице» участвовали ребята разных возрастов. Самые юные – дети до 11 лет, а самым старшим участникам соревнований – 16-17 лет. Все станции тактической игры участники должны были пройти за максимально короткое время. Каждой школьной команде давали индивидуальный старт. Шли в боевом охранении, преодолели минное поле, зону заражения, перебежками вперёд на огневой рубеж. Тащили раненого на носилках. Готовились мы упорно, занимались. По выходным часто ходили в школу. Всё благодаря нашему учителю. Хочу сказать ему большое спасибо, Александру Александровичу. Пока мальчики преодолевали условные опасные участки местности, девочки на пункте медицинской помощи перевязывали раненого. После этого участники на носилках доставляли пострадавшего до финиша – безопасной зоны боевых действий. Каждый день почти были на ОБЖ благодаря нашему Сан Санычу. Это наш учитель. Он очень хороший. Он нас подготавливал, как папа на войну. Полезно вам было сегодня? Да. Наш учитель, он и ругал нас, и смеялся с нами, и шутил. Всё он для нас сделал. Получается, вы сегодня были как медицинские? Да. Да. Очень понравилось. Очень позитивно и очень пригодится в жизни. Зорница позволяет ребятам пройти допризывную военную подготовку. На практике научиться основным навыкам и приёмам, которые могут пригодиться не только во время военного положения, но и в экстремальных ситуациях. Поэтому такие областные соревнования объединяют как девочек, так и мальчиков разного возраста. Некоторые школы очень серьёзно относятся к этому. Начинают заниматься, грубо говоря, уже по окончанию этих соревнований. То есть в течение года даже не учебного, а именно календарного. Поэтому это большое подспорье. И ребята, которые проходят здесь эти соревнования, в принципе, они основы начальной военной подготовки уже, получается, знают. И с этими знаниями потом идут, скажем так, либо поступают в высшие военные учебные заведения, либо там службу по призыву. Лучшая школьная команда будет представлять Саров на дивизионном и областном этапах Зорницы. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Евгений Ивашенко. Служба новостей Саров, 24.